Привет, друзья! С вами Рашданин Зуха, и мы продолжаем прохождение игры Валенхёрдс В. Грейт Вор. Пяти днями ранее в лагере военнопленных. Уже пришло извлечение о том, что погиб... Карл. Сейчас мы это увидим. Ну что ж, побежали. Так. О, в подвал. Может, нас не дойдут. Так, а в подвале ничего нету? А, ну, чувак зашёл к нам, по-моему, да? Всё, наверное, можно дальше валить. А куда там? Опять выходить? Вот тут разные ходы идут. Опа, наверх. Фух, успел. О, письмецо. Или что это? Карта. Брезент, вообще. Брезент был настоящим спасением для солдата. Часто солдаты не ставили палатки, а просто заворачивались в брезент, чтобы не промокнуть. Правда, дополнительное обмундирование сковывало движение, что было весьма опасно на войне. А, всё, надо пройти, отлично. Так. Я так полагаю, справа то, что пик, наверное. Чувак поворачивается туда-сюда. Тихо. О, блин, я думал, нам сейчас хана будет. Ааа. Зачем я это сделал? Я думал, может, какого-нибудь вырубить можно? Всё, побежали. Этот чувак сейчас там. Побежим сразу направо. Ай. Да что как? Блин, надо было положать пока он вернётся, значит. Очень быстро он перемещается туда-сюда. подождем нам его видно будет принципе должно быть а вот и чувак смой туда сюда туда сюда все мы пробежали сохранение а тут у нас чё ехать давай вот лично но все-все-все быстрее 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 не повернулся обратно побежали правда зачем мы все это делаем если он у нас погибнет посмотреть об он погибнет ой 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 все попался сейчас ходим подальше может еще чуть-чуть надо сделать я не знаю а вот на дерево залезть можно еще наверх яблоки убери яблоко кидаться может можно будет что теперь они типа отвлеклись убежать короче открывать дверь там не думают сожрать яблоки не сожрать а тем временем и мы открываем дверь и заходим внутрь что это за помещение такое что такой дверь яблоки тут шкафчик есть что-то еще армейская переписка особая открытка которую солдаты использовали для внутриармейской переписки с ее помощью могли связаться друг с другом например два брата служившие в разных частях если один или несколько членов семьи были убиты о демобилизации не могло быть и речи в некоторых случаях погибали все мужчины в семье а а а а а а а сейчас мы через дерево пройдем и там что-то откусим что я не обратил внимание что можно было вкусить мушкать проволок колючий а вот она внизу а эти свалили уже что ли а фак так ну ладно с разуме взбал и секретик кузии шкура Чтобы согреться в окопах, солдаты использовали любые подручные средства. Шкуры животных, например, козьи или овечи, прекрасно защищали от холода. Почему там винича наверху стояла? Что-то было растырить. О, фонарь висит. Наверняка надо вот этот фонарь пульнуть было. Ну-ка, сейчас посмотрим, куда эти пойдут. Бутылку надо по-любому тырить. Если предмет здесь есть, значит он обязательно пригодится. Фу, успел. Что такое? Ай, бежим, 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 бежим. За нами фонарь. О, угол. Ах, а ему можно взять и поставить. Круто. Придумано, интересно. Эээээ! Как-то неудачно встал. Круто. Круто. Британский журнал Его пронзительный взгляд, казалось, преследовал британцев повсеместно Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... О! Подтяжки! Обязательный аксессуар любого солдата В то время подтяжки были более популярны альтернативой ремням Поскольку могли поддерживать даже облепленные глиной и грязью штаны Солдат, бросивший эти подтяжки, вероятно, сумел найти себе хороший ремень Какое небо красивое, смотрите Блин, все-таки рванули за мной Что делать-то? О! Это дом Рычаг Чувак умирающий Рилфред 1914 год А, это чувак, который вместе с ним же вместе убегал 15 сентября 1916 года Кровавая битва продолжала бушевать на Соме Всего в ней погибнут 206 тысяч британцев Фредди доверили новейшее оружие Оно должно было изменить ход войны Буквально завязшей в грязи Давайте посмотрим Но барон фондорф тоже жаждал этой битвы Намереваясь проявить себя Насчет предыдущих событий Наверное, все поняли, что Карл просто поменялся жетонами с напарником, который умер И все подумали, что помер Карл на самом деле Но это так, разжевываю Капитанию на всякий случай Кто-то, может, не видел предыдущих серий Вот, но теперь играем за Фредди Так, что у нас тут? Битва на Соме Целью английской наступательной операции Получившей название битва на Соме Было ослабление германских войск В районе Вердена Оттянув на себя часть сил немцев Союзники собирались затем Нанести врагу решающий удар И прорвать его оборону 15 сентября 1916 года В бою впервые были использованы танки Из имевшихся в войсках 49 машин Типа Марк 1 На ходу были лишь 18 Из них только 5 действительно ступили в бой Битва на Соме завершилась в конце ноября 1916 года В ней погибло 650 тысяч немецких И 420 тысяч британских И 195 тысяч французских солдат Танк Марк 1 Танки разрабатывавшиеся в условиях строгой секретности Были названы так Танк, английская бак, цистерна Из соображений безопасности Нужно было скрыть от вражеских шпионов Истинное назначение тех машин В официальных документах говорилось Лишь об устройстве для транспортировки воды русским войскам Первая модель танка Названная Марк 1 Модель 1 При появлении на поле боя Оказалось Сильное психологическое воздействие на противника Когда боевые машины достигли вражеских траншей Те уже опустили Однако немцы скоро научились бороться с танками Используя их слабые места Ну что, мы сейчас будем еще танки брать Совсем другое дело Саверолетик сейчас будет привасить Айб Не попал Красные летят Блин, не могу попасть ни в кого Черт О, корысть белой Меня по-моему тоже повредили О О Пехота почти утонулась Не знаю, от меня зависит, что они погибают Один остался Ох ты, блин Да вы оборзели Я же сейчас всем их стреляю А тогда даже не пройдешь, чтобы что-нибудь собрать Так, тут подувал какой-то Значит, соответственно, да Там пулеметный огонь идет Там не пройти Что-то все взорвали А что я сдох-то? А куда я должен? А может мне нужно предотвратить этот взрыв? Так, я не посмотрел предмет, который я взял О, первый уже пропущен где-то, блин Первый, второй Телеграммы из Новой Зеландии Родился мальчик ТЧК Брайан ТЧК Мать, сын в порядке ТЧК Скучаем ТЧК Ладно Погнали дальше Кранатка Сейчас кому-нибудь нахлобучим, да? Так, а что такое? Что, наверх нельзя залезть? Ну-ка Теперь можно Ради у нас явно не Принц Перс И не может Запрыгивать на высокие уступы Так, че, обратно поднимаемся? Где ж я предметы упустил тогда, я не правильно Два предмета Тут ничего нет Че-то дождь падает, че-то как будто подсвечивается А этот, когда я бегу, просто у него под ногами Ладно, поперли дальше Фиг с ним Тут новый танк, да? Я в нем обману, да? О, все, погнали Сомолёт Получай Есть Сомолёт Что, вроде пока идет нормально Есть Тоже, типа там, что ли, у них Немецкий Схватка, fight Я уже тут ничего не управляю Хоть Сейчас будет фаталит А, не, не, КТЕ Черт Давай Финиш Медаль в одну сторону, зуб в другой Из-за множества промахов и проигранных боев Барон фондорф был разжалован и отправлен в тыл Что для него было хуже смерти Что ж его в плен-то не взяли 18 января 1917 года Прикованный к постели Эмиль Уговорил Анну съездить в Сен-Миэль Чтобы найти Мари и рассказать ей о смерти Карла Анна тут же отправилась в путь Что ж, на этом данная серия завершается Оставляйте ваши комментарии Ставьте лайк, если вам нравится это прохождение До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok